Учителя практики и ученые-теоретики обсудили актуальные вопросы профессиональной деятельности социальных педагогов. Место проведения научно-практической конференции – Азовский центр помощи детям, который с недавних пор стал еще и базой для новой кафедры Донского государственного технического университета «Социальная педагогика». По словам директора центра Елены Байер, данная образовательная структура позволит обучать специалистов, способных работать с трудными подростками и проблемными семьями. Сейчас разрабатываем учебные планы, учебные дисциплины, которые позволили бы нам сделать набор на следующий учебный год и принять пока лавров, магистрантов, те, которые бы могли быть в будущем специалистами органов опеки и попечительства, комиссии по делам несрочнолетних, специалисты по подготовке и сопровождению замещающих родителей, выпускников детских домов и детей, которые вышли из замещающих семей. Первый набор студентов запланирован на 2020-2021 учебный год. Надеюсь, что первые наши будут бакалавры и магистранты – это наши молодые выпускники общеобразовательных школ Азовского района и города Азова. Нам необходимо именно здесь, на месте, сделать все для того, чтобы наши кадры были самые лучшие в Российской Федерации. В числе участников научно-практической конференции – главный специалист отдела среднего профессионального образования и взаимодействия с вузами регионального профильного министерства Анна Остапенко. Одно из направлений в ее работе – противодействие экстремизму и терроризму. Происшествия, которые происходят по всей России, такие крайнего проявления агрессии в отношении своих сверстников, это стрелы в образовательных организациях, многие из них удалось бы избежать, если бы в свое время социальные как раз-таки службы, о чем мы сегодня говорим на нашей конференции, выявили этих обучающихся как группу рисков, помогли им возобраться в их проблемах. О том, как выявить проблемного подростка, рассказывают на курсах повышения квалификации. Это очень долгий процесс, и самое главное, очень трудный, и требует определенных навыков. Поэтому то, что сегодня родилась кафедра социальной педагогики, она как раз и поможет на эти вопросы ответить, и помочь специалистам овладеть теми технологиями, которые позволили им выявлять эти качества. Тем не менее, родители или лица их замещающие тоже могут вовремя заметить угрожающую ребенку опасность. Это все случаи страшные, трагичные, которые случаются с детьми, они имеют одну причину. Это нарушение связи между ребенком и теми людьми, с которыми он живет в семье. Не важно, кровные это связи или это связи с замещающей семье, они должны быть. Есть такое понятие, оно немножко переводное, пришло к нам из-за выбежа «доверенный взрослый». Но оно очень хорошо описывает эту ситуацию. То есть у ребенка должны быть доверенными взрослыми не наркодилеры, не те, кто может их склонить к экстемистской деятельности по интернету. У них доверенные взрослые должны жить с ними дома. Помочь родителям найти потерянные с детьми связи как раз и призванные социальные педагоги. Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо.